Искренне хочется пожелать успехов во всех ваших начинаниях, чтобы вы оставались такой же красивой. Какой большой молодец, я смотрю, прям душа радуется. В преддверии декады инвалидов в гости к Эльвире Аскаровой приехали представители Нижнекамск-Нефтехима. Да не с пустыми руками. Руководством предприятия было принято решение подарить девушке ценный подарок. Что-то только в пользу приносило. Ребенку мультики, вам суперсериалы. Поменьше проводить времени возле телевизора, побольше жить, побольше радоваться от всего, что нас окружает, излучать свои положительные эмоции, энергию. Вы большая молодец. В благодарность за столь приятный и нужный для семьи Эльвиры подарок, она исполнила прекрасный танец, который до глубины души тронул всех присутствующих. Девушка мечтает стать специалистом в области права. Совсем недавно Эльвира получила юридическое образование. Помимо этого Эльвира ведет активный образ жизни, занимается танцами, участвует в конкурсах. В 2019 году пришла идея создания инклюзивной школы танцев. Именно тогда Оскарова Эльвира появилась в нашем центре и стала одной из участниц нашей школы. Центр «Рубаха» оказывает комплексную реабилитацию инвалидам и гражданам старше 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, а также всестороннюю помощь членам их семей в решении проблем психического и физического здоровья. В этом году у нас прошло такое масштабное мероприятие, когда все участники показали нам очень красивый концерт со своими танцами. И для всех стало понятно, что вообще для того, чтобы танцевать, нет никаких препятствий, даже коляска. Заместитель генерального директора по экономической безопасности, охране и режиму Нижнекамск-нефтехима Руслан Гатин настолько был впечатлен выступлением Эльвиры, что предложил ей станцевать на масштабном мероприятии, организованном руководством предприятия. У нас 9 декабря, да, мы планируем первый раз в республике, в принципе, на предприятии так крупно провести Международный день борьбы с коррупцией, конечно. Если вот у вас будет время, может быть, было бы неплохо, да, если бы люди тоже посмотрели на вас, каким вы излучаете положительную энергию, чтобы люди тоже понимали, что все может получиться. Главное, чтобы была цель жизни и стремились к мытью. Эльвира Аскарова радости от лесного предложения не скрывала. Еще бы, выступление на большой сцене. Об этом можно только мечтать. Бонусом стал телевизор, за которым вся семья Эльвиры будет собираться вечерами для просмотра любимых передач и фильмов. Я очень благодарна Нижнекамск-нефтехиму, арт-классу Рубаку и весь, которая мне помогла, вот этот подарок, подарить, что получается. Очень благодарна им. Творить добрые дела уже давно не просто традиция для сотрудников Нижнекамск-нефтехима. Это что-то большее. Это искреннее желание помогать всем тем, кто нуждается, по велению сердца. Этот телевизор был вручен нашей службе добровольной народной дружины Нижнекамск-нефтехима за хорошую работу. И вот служба безопасности было принято решение, этот телевизор передать тем, кто в этом больше нуждается. Они выбрали Аскарову Эльвиру, которая занимается танцами. Ей он очень действительно нужен. У нее семья, есть ребенок.